Да, еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уже вечер, наступил так вот внезапно, как я уже говорил, что во второй части мы обсудим в частности и сегодняшнюю декларацию, которая была принята в защиту прав детей, ну я бы сказал, их родители тоже, участник вот этой сегодняшней дискуссии в парламенте депутат Сеймы и член юридической комиссии парламента Юлия Степаненко. Добрый вечер. Добрый вечер. И вот представители общественной организации, общества Мусс и Берни, Татьяна Пичугина-Берзиня, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Да, вот сегодня была принята декларация, вкратце поясню нашим радиослушателям, я думаю, они, наверное, в курсе, что участились случаи, если так это, даже мягко говоря, участились случаи, когда вот дети наших соотечественников, детей наших соотечественников, чаще всего в Англии, хотя, я так понимаю, это происходит и в других странах. В Норвегии. В Европейского Союза, Западной Европы, да, и Норвегия, вот подсказывает мне, которое не входит в Европейский Союз, где детей изымают из семей за те или иные, я бы сказал, как кажется, полиции нарушения родителей, изымают латвийских детей, отнимают у родителей наших. Ну, не только латвийских, но и латвийских. Да, ну, мы сейчас поговорим о Латвии, да, и потом выясняется, что детей отдают вообще в приемные семьи, и фактически больше, я так понимаю, они своих детей увидеть не могут, да, и латвийские, я так понимаю, службы, включая дипломатические, не всегда активно защищают наших родителей, не всегда защищают наших детей, которые являются, насколько я понимаю, все-таки гражданами Латвии. На секундочку, да. Юлия, насколько вот эта тема актуальна, и в чем цель, какова цель вот этой декларации парламента, которая была принята? Тема очень актуальна, она буквально вот за последние месяцы актуализировалась в Сейме, и я очень рада, что я тоже приложила к этому руку, потому что, начиная с лета, стала усиленно следить за вопросами как раз вот, ну, так называемой ювенальной юстиции. Не секрет, что к этому меня привело дело Лайлы Бридзе, знаменитое дело, к сожалению. Надо сказать, что это не единственный случай, и, может быть, уже общественность знает, что в этом году, извините, в 2015 году около 20 детей были изъяты из семей только в Великобритании, наших детей, детей наших соотечественников. Проблема состоит в том, что когда социальная служба уже ставит, так сказать, на прицел семью, и когда изымает ребенка из семьи, конечно, родители находятся в панике, они не понимают, какие документы можно подписывать, какие документы нельзя, кому звонить, что говорить, как говорить, кому. И они зачастую находятся в совершенно таком беспомощном положении из-за того, что они, опять же, не знают своих прав и обязанностей, им никто их не объясняет. Это одна проблема. Вторая проблема в том, что когда ребенка забирают из семьи, наши службы здесь, в Латвии, которые обязаны, помогают нашим соотечественникам, зачастую об этом не узнают. Данная конвенция нацелена, в первую очередь, на то, чтобы те грубые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, которые были уже замечены, например, в случае с Великобританией, и были даже отмечены в судебном решении, признанной самой Великобританией, чтобы они прекратились и не повторялись. К сожалению, несмотря на все попытки нашего Министерства иностранных дел написать одно или два письма в Великобританию, они не увенчались успехом, потому что в этом году, уже в январе, новый случай. Новый случай того, что опять забрали ребенка и не сообщили своевременно нашим службам. Почему это важно? Потому что наши службы должны вступиться за наших граждан и должны работать очень быстро, потому что там все дела, связанные с ребенком, с опекой ребенка, они, конечно же, довольно быстро проходят, и суды назначаются тоже так довольно хаотично, поэтому нужно и присутствие в судах также наших представителей. Это вот вторая проблема. То есть мы должны помогать нашим гражданам, и мы должны своевременно получать эту информацию. Потому что если Латвия не получает информацию о том, что ребенка изъяли, то Латвия не может помочь никаким образом. Ну и, конечно же, еще суть конвенции в том, что мы должны обязательно проинформировать, как-то образовать наших граждан, которые живут за границей, которые собираются переехать за границей. Они не понимают, что не знают вот этих всех нюансов, которые могут быть. Есть действительно некоторые нюансы, которые для нас совершенно непонятны, и мы привыкли жить немножечко по-другому, но когда мы переезжаем в другое государство, бывает иногда действительно большой сюрприз, что, ну, к примеру, вот мальчик с девочкой не могут жить в одной комнате, вот, ну, даже до таких деталей там, да. И если появляется какой-то синячок на ноге, то об этом надо сообщить заранее уже, ну, не заранее, об этом надо сообщить сразу же учительнице, нянечке и в школу, в садик, чтобы не было никаких подозрений. Вот. Эти нюансы наши родители не знают. То есть даже должны быть по существу и разные комнаты, да? Да, да. Эти нюансы наши родители не знают, и они просто шокированы отношением служб, потому что они не понимают, что они искренне, не понимают, что они сделали плохого. Но вот это такие правила игры, которым мы должны соответствовать там, за границей, чтобы избежать вот этих проблем. Потому что когда, ну, социальная служба уже берёт во внимание, вот, ну, как бы обращает внимание на определённую семью, то, ну, очень трудно тогда, иногда бывает очень трудно эти отношения удержать так, чтобы не потерять этого ребёнка. А вообще, насколько это действительно актуальная проблема? Потому что, ну, может у кого-то создаться ощущение, что, ну, какие-то отдельные семьи, а вы тут даже декларацию принимаете в парламенте. Или действительно вот этих случаев становится всё больше и больше? Я лично знаю около тогда, я лично знаю 8 детей, которые на самом деле сейчас находятся вне семьи, только в Великобритании. То есть ко мне обращались мамы с просьбой как-то вот помочь. Поэтому эту декларацию ждали очень много, ждало очень много родителей. Для наших латвийских жителей здесь, может быть, действительно, эта проблема кажется, ну, непонятной и не настолько актуальной. Ну, я дополню всё-таки, да, надо понимать такую вещь, что когда человек сталкивается с такой огромной проблемой, что у него изумают детей, то общество, так как знает, что у нас действительно есть неблагополучные семьи, это бытует мнение, у плохих родителей детей не отбирают. И этот родитель, который, ну, сталкивается с такой ситуацией, он, естественно, сам подавлен и не имея никакой поддержки, естественно, и находясь под прессингом соцслужб, надо понимать, что соцслужбы используют различные методы запугивания и шантажа. Ну, вот это, скажем так, не идёт ни в какие рамки, но очень много случаев, когда они заставляют подписать какие-то бумаги и просто путём шантажа. Или заставляют женщину признать, что её муж там агрессор. И скажут, ну, ты признай, но мы как бы будем работать дальше, да? Это такой как бы маленький такой процесс. И так как родители находятся в шоковом состоянии, и они действительно не знают, вот, вот, все, и не знают, куда обращаться, то часто они, ну, может быть, зарабатывая серьёзный комплекс неполноценности, предпочитают молчать об своём горе. И у них просто нет сил идти дальше. Но, к счастью, есть случаи, которые всё-таки какие-то особо вопиющие, вот Лайлы Брица случай, или особо вопиющий случай, это семья Бондарио, может быть, знаете, недавно возле норвежского посольства проходила во многих странах, я бы сказала, мира, это была Чехия, Норвегия, скажем, это была Дания, это была Россия, это была для нашей страны, у семьи Бондарио в Норвегии норвежский Борнаварн изъял детей. Христианская семья, из-за того, что ребёнок просто прочёл стишок, ой, спел песенку про Бога, это явилось поводом назвать семью радикальными христианами и просто изъять у них детей. То есть это дело произвело огромный резонанс просто в обществе, и, естественно, оно не было опубликовано в СМИ, потому что нужно понимать, что машина ювенальной юстиции это огромная такая система. Поглаженная, видимо, эта система. Ну, я вот приведу пример, чтобы не быть голословной. Бывший депутат Англии, Джон Хэмминг, есть такой, и он активно, просто столкнувшись с системой, он активно говорил об её, скажем так, изнанке и о том, к чему она ведёт. Но сейчас он уже не депутат, да, и, в принципе, ну да, то есть таких людей, которые активно пытаются что-то там на очень высоком уровне чего-то менять, то как бы это стоит им часто карьеры. Также вот есть депутат Англии, это Люси Аллен. Люси Аллен, она была действительно уверена в отлаженной работе своих социальных служб. До той поры, пока она не столкнулась с личной депрессией. И, естественно, она уверена, что соцслужбы обязательно поймут. Но когда врачи постановили, значит, а, у вас депрессия, но это может быть опасно для ребёнка, давайте мы вас детей отнимем, да, а вдруг вы опасны. Она еле-еле просто каким-то чудом, скажем так, там это стоит любой процесс судебный, это около 10 тысяч как минимум, да, она всё-таки это оставила. Ну, а у неё открылись гладеза на то, что происходит, но, тем не менее, на очень высоком уровне даже она не способна с этим бороться. В то же время, как вот если мы говорим про Англию, то Джеймс Кэммер, ой, Дэвид Кэммерон, премьер-министр Англии, он что сейчас делает? То есть он сейчас говорит о том, что, во-первых, надо понимать, что соцслужбы не несут ответственность за то, что они делают. То есть если они покалечили судьбу ребёнку, они никакой личной ответственности не несут, да. И сейчас вообще такая новая тема появилась, значит, что, ну, понимаете, мы в Англии, да, недостаточно следим за детьми, давайте мы будем наказывать тех социальных работников, которые каким-то образом подвергли всё-таки риску ребёнка, находясь с родителями, да. То есть получается, им дают ещё больше прав, чем раньше. И надо понимать, что система вот этой социальной защиты, ювенальной юстиции, она имеет планы по изъятию детей. Что это значит? Ну, как вот, например, к вам к работнику относятся, когда вы выполняете план? И ваша задача его выполнить. Не ваша задача улучшить взаимоотношения, укрепить семью, да, а ваша задача выполнить план. И сейчас в среднем, то есть взымается в Англии около тысячи детей в месяц, да. Понятно, что это дети из всех стран, и англичан, и также из Латвии, и так далее. И сейчас вообще тема ювенальной юстиции, она очень серьёзная, так как вот даже я рассказала, какую резонанс имела вот семья, которая пострадала из соцслужб Норвегии. И даже вот нам писали, латыши, которые пострадали тоже от этих соцслужб, очень поддерживали акцию, и сейчас они тоже готовят видео, да, о тех пострадавших латышах, которые есть вот в нашей стране. И я для всех, кто интересуется темой, или хоть как-то пострадал, я всех призываю в группу ювенальной юстиции на Фейсбуке, там уже сообщество из людей, которые что-то делают в этом направлении, сообщество пострадавших, там люди сами друг другу оказывают поддержку, там не надо объяснять, там никто камни не кидает. Значит, есть две группы. Ювенальная юстиция, защитим наших детей, ну и ювенальная юстиция в Латвии. Если какие-то вопросы в Латвии произошли, да, то этой темой больше всего занимается организация Дзымта, РОД ЛВ. Да, Дзымта, Саулис Шейкес, Елена Корнетова, они были в этой студии, и они, к счастью, вот огромная им благодарность за время, они уже немножечко больше разобрались в нашем законодательстве, и то, как делается у нас. У нас много звонков, одевайте, пожалуйста, наушники, мы, наверное, сейчас быстренько примем звонок, потом идем, наверное, на перерыв на рекламу. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Я коротко, ну, вы же понимаете прекрасно, что это бизнес, и не надо об этом скрывать, а бизнес, он всегда будет поддерживаться всеми странами. В России это уже тоже стало, и в России это уже превратилось в какой-то, ну, ужас. Ну, не везде, но есть такие моменты. А вот в момент мальчик не должен жить в одной комнате с девочкой. А давайте возьмем Даню, и не только Даню. Нам же предлагали мальчиков одевать в девочек, а девочек в мальчиков. И вы же, юристы, неужели нельзя сказать, а вот у меня сегодня мальчик девочку играет, и вот это повод для того, чтобы детей не собрали. Спасибо большое. Вот такая интересная идея, давайте быстренько ответим, потом приорвемся. Я могу ответить, ну, вот это может быть такой, да, остроумный такой выход из положения. Но по поводу вот того, как выходить из ситуации, вот у меня был разговор с одной мамочкой, которая вернулась из Англии, и она рассказывала, что в Англии очень действительно следят за психическим, психоэмоциональным состоянием ребёнка. И родитель должен проявлять очень большую инициативу в том, чтобы оценивать состояние ребёнка. Он должен и в школе, и всем воспитателям показывать, что он следит, чуть ли не даёт оценки каждый день, как ребёнок себя чувствовал. Он был агрессивным, он был подавленным, грустным. Почему? Может быть, что-то в школе. То есть он, если он никакие, как бы не подаёт никакие признаки осознавания того, что с его ребёнком происходит, то мы обычно действительно не рассказываем друзьям и подругам, и учителям, что чувствует наш ребёнок. Это не принято. Но в Англии, я так понимаю, по словам некоторых мам, это действительно очень важно. И если ты об этом не рассказываешь учителю, то опять же попадаешь под подозрение. Вот такой небольшой транс. Ну, я вот немножко общаюсь в разных группах русскоговорящих мамочек и в Англии, и в Германии, и в Дании. И я понимаю, что мы единое сообщество, и мы все в ЕС идём по одним и тем же лекалам, и никогда не знаешь, где тебе жить. И я вижу, с каким трепетом они пытаются отпроситься в школу, как пытаются отпроситься вне каникул, куда-нибудь с ребёнком поехать в путешествие. Какие они придумывают, потому что если ребёнок пропустил какие-то дни, то родитель должен платить штраф. И там вот каждый раз, чтобы у ребёнка вот в это время, то есть они пытаются придумать, там, заболел, вплоть до того, что школа проверяет. Вот если, например, ребёнок едет куда-то, то, например, какая-то выставка, например, в другой стране, школа звонит и проверяет. Или дайте нам, пожалуйста, доказательства, что он конкретно едет на выставку, там, билеты нам покажите и так далее. Я к чему хочу сказать, что потихонечку все вот эти нормы создают определённые полицейские государства, где следит школа, где каждый должен следить друг за другом, и по каждому чиху... Хотя вроде демократия. Да, хотя вроде демократия, и мы так осуждаем сталинское время, но в конце концов мы потихонечку к нему приходим. Поэтому, мне кажется, очень важно находиться в здравом уме и стараться, если мы видим какие-то, ну, что-то, какие-то, может быть, вещи, понимать, что в первую очередь не социальные службы, да, мы должны подумать, как мы сами лично, если надо, можем помочь. Да, спасибо большое, это хорошее замечание, надо находиться в здравом уме, вот об этом сейчас и подумаем во время перерыва, оставайтесь с нами. Мы продолжаем работать в прямом эфире депутат Сеема Юлия Степаненко, один из инициаторов принятия декларации в защиту детей соотечественников, и также Татьяна Пичугина-Берзеня, представитель организации Мусс Берни. Но вот так, чтобы закончить эту тему, вот ювенальной юстиции за рубежом и прийти к тому, что происходит тоже в сфере прав детей в Латвии, вот эта декларация, да, по существу, это как бы что, сигнал кому? Это раз, и во-вторых, так, чтобы было все-таки понятно, ну, многие, в том числе наши радиослушатели, которые сочувствуют родителям, у которых отняли детей, с одной стороны. С другой стороны, естественно, начинается анализ вот ситуации, почему это произошло. Ну, мы знаем эту историю с Лайлой Брицей, знаменитую, и очень многое упрекает вот ее в том, что, ну, все-таки она убежала на работу, оставила маленького ребенка дома одного, ну, там, няня опоздала. Но, тем не менее, это же факт. Вот Юлия к вам тоже обращает вот эти вот родители, что как вы, что вы делаете вообще? Вы начинаете анализировать поведение родителей? Вот хороший пример. Летом у нас в Юрмале пропал мальчик ночью. Об этом сообщила сразу газета, и в интернете люди начали распространять информацию. Таких-то иностранных родителей, да? Да, да. Американцев, по-моему. Двухлетний мальчик пропал, и, ну, ночь, лес, ну, понятно, что тут надо спасать ребенка. Никто из тех, кто, из волонтеров, которые босыми ногами, в шлепках, там, в майках бегали по лесу со своими фонариками и искали этого ребеночка, никто из них ни на минуту не задумался, а, может быть, это мать виновата, может быть, это она там что-то как-то его оставила, или... Бесписмотра, да. А как далеко от машины она его оставила? А была ли закрыта машина? А что она ему дала с собой там? Ну, к примеру, да, никто не рассуждал. Здесь у нас ситуация практически аналогичная, потому что я имею честь участвовать тоже в рабочей группе по защите прав детей, которая была организована 1 сентября прошлого года. Это межминистерская рабочая группа, в которой как раз вот обсуждаются вся проблематика этих вопросов. И я тоже задала вопрос работнику министерства. Скажите, пожалуйста, вот у вас большой опыт с Англией в том числе. Есть ли какая-то разница? Это родитель погибает или, например, находится в каком-то тяжелом состоянии здоровья, инсульт, инфаркт. Или родитель просто, не знаю, оставляет ребенка, или родитель находится в каком-то там, не знаю, под какими-то барбитуратами или алкоголем. Он сказал, что разницы никакой нет. То есть, в принципе, надо понимать, что если мы сейчас кидаемся на родителя, мы начинаем оценивать его действия, и что он делал, что он не делал, какой он. Это просто даже, ну, по меньшей мере, даже некрасиво. Это, ну, мы сейчас вторгаемся в личную жизнь, мы не имеем, родитель не имеет обратной связи, он не может никак себя защитить. Мы читаем всякие, извините, грязные, вот, ну, такие описания всяких вот там обстоятельств, да. Мы не знаем, что было с другой стороны. И это все, конечно, очень сильно вредит тому же самому родителю и тому же самому ребенку, потому что он потом вырастет, он потом прочитает про себя вот очень много интересного, да. Это раз. Второе то, что действительно нет разницы абсолютно в том, что родитель сделал, что он не сделал. История начинается тогда, когда служба забирает ребенка. И вот тут очень, конечно, очень важно соблюдать все, ну, соблюдать именно и Конвенцию ООН прав детей и Венскую Конвенцию о том, чтобы вот вовремя сообщить латвийским службам. Потому что нередко бывают случаи, когда наших детей забирают совершенно в другую культуру, в другую семью, где вот двухлетний ребенок попадает, например, к пакистанцам. Он не понимает ни языка, ни обычаев. У него, ну, по меньшей мере, просто шок, если не говорить больше, да. Вот. Поэтому это все очень важно. И важно то, что мы должны иметь какую-то, ну, иметь право как-то связаться с этими детьми и помочь им тоже в том числе, потому что та же самая девочка Лайла Брица, что бы там ни произошло до этого, у нее были две травмы головы. Уже тогда, когда она жила в других семьях, и она поменяла, извините, три семьи. Это тоже ненормально. То есть вот об этом никто не говорит. Все говорят о том, что было Бог. Да, и какие последствия потом для ребенка, вот от всего этого происходящего. Поэтому, в принципе, вот эта конвенция, эта декларация, она, конечно, в первую очередь была создана для того, чтобы как-то заступиться за этот случай, чтобы не дать усыновить, удочерить эту девочку, за которую так долго боролась мать. Но, к сожалению, первого ребенка мы уже, ну, можно сказать, потеряли. Конечно, она будет бороться дальше, она будет пытаться как-то, ну, оспорить этот ордер на удочерение, да. Мы желаем ей удачи, и мы очень надеемся, что эта декларация тоже каким-то образом политически поможет ей. Но здесь еще речь о том, что другие страны очень следят, то есть, ну, друг за другом, за действиями каждой страны в плане защиты детей. Мы знаем, что Словакия очень отважно боролась за своих детей. Мы знаем, президент Чехии вообще очень громкие заявления делает относительно норвежских служб. И даже парламент Литвы уже начал писать письма, ну, в ту же самую Великобританию. Поэтому латвийская декларация о защите прав детей обязательно будет замечена в мировой общественности. И это тоже еще один шаг, потому что у нас будут также и союзники, и, может быть, мы надеемся, что хоть немножко что-то подвинется в этом. Нас начнут уважать хотя бы для начала. Да, вот не так много времени у нас остается. Давайте несколько слов все-таки обсудим о той ситуации по защите прав детей, которая есть в Латвии. Ну, как вы знаете, у нас были большие дискуссии, связанные его с нравственным воспитанием в школах. Целая эпопея многомесячная, которая все-таки увенчалась тем, что поправка, требующая от администрации школы, от учителей, каким-то образом все-таки согласовывать вот те учебные материалы, тех гостей, экспертов, которые они приглашают в школу, с какой-то вот нравственностью и моралью. Как ни странно, потребовалось даже специальный закон. На основании этого закона Министерство образования создала рабочую группу, что вырубит вот эти вот основные положения нравственного воспитания. Есть ли какие-то новости, может быть, Татьяна, несколько слов о том, что у нас тут происходит? Ну, на самом деле, подключились все, слава богу, вот организации по защите семьи, да, и действительно нам были предложены, скажем, вот эти вот основные линии, но, к сожалению, практически все из организаций, ну, по семье защиты заметили, что, в принципе, в них не было никакой структуры, да, и мы поняли, что даже многие политики не совсем понимают, что такое нравственность, и даже многие родители не понимают, что такое нравственность, и кажется, что это какое-то выдуманное, ну, вот для кого-то выдуманный такой свод, но нам он такой непостижимый, может быть, не нужен. Вот я просто немножечко поясню, что такое нравственность по сути. Нравственность – это безопасность, в первую очередь безопасность, то есть свод правил, которые ведет к безопасной жизни, здоровой, счастливой, безопасной жизни и выживанию нации и так далее. Например, почему убивать ненравственно? Представьте, если мы друг друга все будем убивать, мы выживем. Воровать ненравственно. Если мы будем друг друга воровать, как мы будем строить общество? Обижать мы будем друг друга. Какое будет общество? То есть это никаким образом не приведет к нас внутренней гармонии, спокойствия и счастья. И это основная база. И вот мы не проследили никакой логики в том документе, который нам предложили, какие-то выдернутые, откуда-то какие-то понятия. Мы предложили свою концепцию, основанную на теории... Боже мой, вылетело из головы, но на пяти базовых таких нравственных таких, скажем так, вот извините, как она называется конкретно, но мы предложили научную базу по теории, по которой мы могли бы строить вот эти основные линии. Но пока что нам опять вернули документ, сделали вид, что вроде бы его поработали, но вроде в конце концов опять чего-то нет. Но мы продолжаем следить за всем происходящим. И спасибо всем организациям. Это и Аиста Милостива с Гайдой, это и Ассоциация Диммана, и очень много разных бедреб, которые, к счастью, вот в этом вопросе очень едины. Но я еще раз, как всегда, призываю родителей, пожалуйста, будьте бдительны. И надо понимать, что сейчас у вас есть возможность в большей степени, ну, скажем так, ну, это как-то регламентировать, да, общаться больше с администрацией и каким-то образом следить за тем, что сейчас происходит. Я понимаю многих родителей, они считают, что вот как бы вот, а как же нам учить ребенка сексуальному образованию, вот папа РДЗ только вроде как у нас и есть. Мы сейчас потихонечку работаем над тем, чтобы была альтернатива тем же материалам папа РДЗ, чтобы был у родителей выбор. На данный момент это «Настоящую любовь ждет», предлагает такой «Иста милостыба гайда». Их можно приглашать на какие-то лекции, да, если нужна какая-то общая. Они за традиционные ценности, я так понял. Они за традиционные ценности, да, они просто подходят с больше человеческой позиции, душе, они задают вопросы подросткам, например, а сколько бы ты хотел, чтобы твоей девушке было партнеров до тебя? И вот обычно ответ, ну, лучше, наверное, никого, да. То есть они задают вопрос к душе, и сам подросток отвечает на те вопросы и уже не слушает этот шлейф, который идет со всех утюгов, да, а именно прислушивается к себе, и, мне кажется, на данный момент очень ценно. Но мне кажется, что в данной ситуации родителям и всем, тем, кто занимается бизнесом и считает, что вот там какие-то активисты чего-то поделают, тут надо понимать, что активистам, к сожалению, у нас за традиционные ценности в Европе. И не России это абсолютно не нужно. Посмотрите, что показывает российское телевидение. Это каким-то образом можно назвать нравственным. То есть вывод такой, финансирования на это нет. Поэтому только если родители обеспокоятся и будут сами какие-то поддерживать и следить, поддерживать активистов, которые чего-то делают, ну, таким образом мы что-то сможем добиться. Да, вот тем не менее, так, чтобы подвести итоги, Юлия, вот, а есть какие-то вообще временные сроки, когда вот эти нормативы нравственности будут введены в школах? Судя по законодательству, они должны быть введены в течение года, да, совершенно верно. Конечно же, вот как-то министерство немножечко помешкалось с созданием рабочей группы. А куда торопиться? Они и зарплаты, и учителей помешкались уже, да, вот больше года. Себе они помешкались поднять, да, депутаты. Да, себе нет, да. К сожалению, да, чувствуется такое, ну, полное нежелание вообще выполнять волю законодателя, и немножечко действительно забывают то, что законодатель есть, и есть исполнительная власть. Мы, кстати, в Парламентской Республике живем, чиновники давно уже об этом забыли. Да, но они действительно забыли, мало того, они еще пытаются сами интерпретировать закон по-своему, то есть... Демократичненько. Ну что, у нас много звонков, я думаю, по крайней мере, один мы, наверное, успеем сейчас принять под занавес эфира. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Я, честно говоря, в прошлом сентябре забыли повесел на телесконе, и я так не знаю, наверное, говоря, нравственности или одни. Ну, я знаю, что это можно купить в тюрьму, но вы просто знаете, если такой погрешный, за спиной все время плачет ребенок. Вот как мне нравится это ступить? Спасибо большое. Ну, очень было плохо слышно, возможно, радиослушайте и не выключу радио при этом, но я так понимаю, что если в какой-то семье все время плачет ребенок, вот как поступить нравственно? Ну, видимо, он уже переносится с Великобритании на Латвию. Вот, ну, может быть, имеется в виду, сосед слышит, что ребенок плачет вот в соседней квартире постоянно при родителях. Да, что вообще делать? Вот мы, как бы, получается так, что мы, вроде, защищаем родителей, но защищаем детей. Или это не так? Здесь действительно очень важно именно вот этот разумный баланс, потому что то, с чем мы иногда сталкиваемся, вот та же самая, к сожалению, опять же, Великобритания, эти пять тысяч, пять тысяч так называемых адопций в год, из них 95 процентов, это принудительно, то есть 95 процентов случаев, когда родители… При живых родителях. Да, при живых, которые борются, они продолжают бороться, они у них просто, ну, как бы… А здесь, да, действительно, вот это просто разумный баланс, поэтому… Вот, например, тоже бывают случаи, когда сейчас, когда говорят, вот, социальная служба, как раньше было, вот ребенок, например, забыл ключи дома, да, стоит в подъезде, сосед говорит, ну, зайди, посиди, сейчас родители придут, ну, то есть проблем нет. Сейчас мы уже переходим к такому моменту, а, он в подъезде сидит, значит, у него плохие родители, давайте я в соцслужбу. Потому что, понимаете, мы не должны… Ну, плачет ребенок, ну, к примеру, ну, спроси у соседа, ой, может быть, вам помочь, может быть, там, ну, какой-то лекарства не хватает. То есть, если мы будем более человечных друг друга и больше помогать, и в последнюю уже очередь, действительно, если в случае совсем уж там каким-то образом обращаться, ну, в этом случае тогда нас ждет что-то. И я бы хотела напомнить еще раз про то, что про все эти случаи, все для изучения, есть группа «Ювенальная юстиция» на Фейсбуке, две группы там есть, «Защитим своих детей», и в Латвии также есть организация «Дзимта», «ВВВ», «Рот ЛВ». Если что, можно обращаться в Муссу Берну, но в Муссу Берну больше такая миссия информирования общества, да? Еще один звонок, примем много звонков. Добрый вечер, ослушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот у нас же есть Берн, Тесл, Састр, где все очень хорошо прописано. Просто другой вопрос, что полиция и организации не особо хотят его выполнять, и трактовка этого закона трактуется по-разному. Вот если его выполнять, то все, проблем не будет, начиная с доконкурсом. Спасибо большое, Даша. Я немножко дополню, например, тут тоже надо понимать, мы тоже общаемся с разными людьми, и говорят, вот социальные службы там, а бывают социальные службы, действительно ведут себя как нормальные люди, и абсолютно помогают родителям. Но тут, понимаете, как с врачами. Бывает, вы можете попасть на хорошего врача, а бывает на плохого. Но, к сожалению, система социальных служб, она, к сожалению, дает некие материальные бонусы за изъятых детей, таким образом стимулирует людей принимать решения не в соответствии со своим душевными, моральными качествами, а немножко другими. И вот точно такой же пример вы проиллюстрировали по поводу закона. Поэтому очень важно оставаться людьми и в первую очередь думать о том, а хотел бы ли я, чтобы меня вот такие добрые дяденьки лишили родители, а я бы хотел себе такую ситуацию. Может быть, уважаемый радиослушатель говорит о Латвии, вот если он говорит про закон о защите права детей. Мы сейчас говорили о латвийских действиях за границей, действиях по защите наших детей. Или, к сожалению, иногда без действий. Юлия Степаненко, депутат Сейма, у нас была в студии. Также Татьяна Печуина-Берзене, представитель организации Мусу Берни. Защитим наших детей. Ну что ж, этим мы и занимались. Вот рассказывали об этой проблеме. Как о проблемах наших детей вот за рубежом, их правах, так и о вот нравственном воспитании школьников. Будем ждать, что ответит Министерство образования с этими основными положениями политики. Большое спасибо. 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 Спасибо.